Сейчас я вас познакомлю с одним страшным человеком. Точнее с одной, но очень страшной. Вот она. Ее зовут Оля. Только не Ольга, а Олександра. Фамилия Аксенова. Ей 24 года. Она считается идеологом запрещенной в России организации Сеть. Оля успела уехать и получить политубежище в Финляндии. Все остальные участники Сети сели. Итак, у Олександра Аксенова, дочь мента, начальника СИЗО. Недавно в Фейсбуке она опубликовала свой детский дневник. Как она пела гимн России, стоя на табуретке. Как по вечерам смотрела по виде купытки русских солдат в Чечне. Папа так воспитывал у ребенка патриотизм. Окончив школу, Оля сбежала из дома. Жила в Питере, работала кем-то вроде мерчандайса. Пыталась учиться программированием. Дитя, скажете вы, пигалится. А вот и нет. Чуть не свергла Путина. Но ФСБ на страже. Всемирым уже вынесен приговор в Пензе. От 6 до 18 лет. И при этом нет ни потерпевших, ни ущерба. Да и за убийство столько редко дают. Еще двое, в том числе юный муж Оли, программист Витя, ждут приговоров в Питере. Второго питерского фигуранта Юлика Бояршинова я тоже знаю. Он промышленный альпинист, гражданский активист. Занимался экологией и защитой животных. Похоже, им тоже не меньше десятки прилетит на душу населения. Но что они сделали? Девять молодых парней из Пензы и Петербурга. Создали сообщество под названием Сеть. И собирались якобы устроить теракты во время президентских выборов и самого чемпионата мира по футболу. Делом занималась ФСБ. И в этом деле очень много странного. Например, там есть показания трех сокамерников Дмитрия Пчелинцева. Это именно он получил максимальный срок – 18 лет. Этим трем сокамерникам они значатся в деле под псевдонимами Зайцев, Волков и Лисин. Пчелинцев якобы рассказывал подробно, как он хотел свергнуть Путина. А в другом томе того же дела. Имеется справка, что тот Пчелинцев вообще сидел в одиночной камере. Там вообще много такого. Но главное даже не что, а как. Пытки. Подсудимые говорили, что показания были выбиты под невыносимыми пытками. Даже свидетели пытали. А наплевать. Не отвлекайте суд всякими глупостями. Он делом занят. Задержанных били током. Просто били. Подвешивали вниз головой. Вот показания Дмитрия Пчелинцева. «С меня сняли носки, стянули штаны и трусы до колен. На голову надели подшлемник и застегнули под подбородком. Конвойный обмотал большие пальцы моих ног проводами. В рот пытались засунуть кляп, но я не открыл его. И потому кляп примотали скотчем. В прошлый раз от кляпа обкололось много зубов. Когда меня перестали бить по лицу и в живот, меня ударили током». Конец цитаты. А что реально во всем этом деле, кроме пыток и приговора? Страйкбол. Это то, что и правда было. Две команды ребят из Питера и из Пензы играли в лесу в страйкбол. Тренировались. Вот как это звучит в деле. Незаконное овладение навыками выживания в лесу и оказание первой медицинской помощи. Да, у ребят были политические убеждения. Они анархисты и антифашисты. И они играли в страйкбол. За это сейчас дают от 6 до 18 лет. А Оля Аксенова сожгла свой паспорт и больше никогда не сможет вернуться в Россию. Пока Россия такая, какая она есть. Безысходная.